В этой студии это Павел Боев, тренер чемпионов и человек, который, ну, очевидно, с инъекциями знаком. И, собственно, в прошлом. Павел, приветствую. Ты уже был у нас в студии, рассказывал о том, что применял инъекции. Я бы хотел попросить тебя вернуться к этой теме. Давай вкратце проясним, почему ты, в принципе, пришел к этому варианту тюнингу своего тела? Почему тебе не хватало, скажем так, изменения гормонального фона и последствий этих действий? Всем привет. Синтол и синтол рознь. То, что я применял по своей ошибке, это был не синтол. Это был парафин, который до сих пор находится в моих икрах, в моих плечах. Благодаря нашему другу, который здесь присутствует, Руслану Халецкому, в свое время, где-то год, наверное, 15-й, не помню точно, я решил исправить немножко косяки со своими икрами. И мой друг, мой бро Игорь Гостюнин сказал мне, что если пробовать, то только качественные, самые проверенные, ну, то бишь синтезайз, да? Кто в теме, тот в курсе. Я поехал, такая небольшая история, поехал в Питер за Мерсом в тот момент, купил себе Мерс С-55 АМГ и решил прикупить пару баночек синтезайза. Но в этот момент позвонил мне Щукин Саня и говорит, давай встретимся, поболтаем. Сколько фамилий всплывает в этой истории, интересно. Подъехал, сели, мы поболтали, он говорит, у меня есть дружбан, гуру бодибилдинга, давай мы познакомимся. Он знает все, у него есть все, как бы укорочу историю. Это был Руслан Халецкий, который, в общем-то, и потом мне порекомендовал вот это вот говно, которое находится у меня в икрах, и чуть ли не даром я взял, попробовал раз, попробовал два, все очень быстро росло, но при этом росла и температура, и воспаление. И в тот момент, когда я уже это все перестал делать, ну, процесс не остановился, и по сей день периодически происходит воспаление, и я никак еще не могу решиться на операцию, которую сделал Щукин, это стоит очень много денег, много времени, и... Давай проясним, если это не секрет, сколько может стоить такая операция? Ну, уже, насколько я знаю, Саня Щукин потратил около ляма, но он, конечно, сделал побольше, я испоганил свои икры и плечи только этим самым. Самое интересное, бицепсы, да, тоже надо вырезать, но там совсем чуть-чуть. В отличие от Сани, допустим. Суть не в том, что я не виню того же Руслана Халецкого, каждый принимает решение сам, и я сам виноват в этом. Суть в том, что мы просто с ним дружили, и благодаря этому говну, который он впаривал не только мне, пострадало много спортсменов, таких как Кулаев, вот Никита сидит я, и, знаешь, человек хотя бы просто в тот момент бы хотя бы извинился и сказал бы, ну... Сейчас я уверен, что я вообще на самом деле, я честно скажу зрителям и здесь присутствующим, я совершенно не ожидал, что наша история уйдет в такое русло, я был уверен, что ты расскажешь... По-честному все хотели. ...что ты расскажешь, что вколол и как это планируешь убирать, но так как ты столько раз упомянул Руслана, я считаю, что абсолютно справедливым будет сейчас его пригласить и, собственно, услышать его точку зрения на этот счет. Руслан Халецкий здесь, выступающий атлет и создатель одного из крупнейших брендов спортивного питания в России. Руслан, твое... Большая обида в том, что я не услышал каких-то слов там и извинений или там помощи, давай помогу там с врачами, я все-таки с провинцией, у меня там с этим вообще все туго. И как бы, ну, человек продолжает там врать, что он сам никогда ничего не делал, снимает ролики, обманывает всех, вообще всю Россию там, поломал он там руки, там, передрочил там или перековырял в носу. Ну, ну, как бы, за это я его и не уважаю, понимаешь? То есть, а в том, что у меня здесь, это не Синтол, я сам виноват в этом. Но ты жалеешь, что в тот раз в Петербург приехал не только за Мерседес? Конечно, очень жалею. Руслан? Да. Пожалуйста, твоя точка зрения, вот эта вот история, свою трактовку, пожалуйста, дай. Павел приезжает в Петербург, приезжает за Мерседесом, но его знакомят с тобой, так? Ну, он не знает этого. Я не в курсе, да, про Мерседес. Так, давай так, коротко. Ну, абсолютно, Павел прав, да, каждый сам решает. Очень много было так сказано и неприятного, поэтому не знаю, в какой точке начать. Брал-то, тем более, через Донни. Контакт, правда, дал я, действительно. Правда, жалко, что у Паши так вышло. Если кто-то знал, что такое может быть у него, никто бы не посоветовал, не рекомендовал. В тот момент ты ничего не сказал даже мне, когда у нас произошел конфликт. Я тебе это все объяснил, и ты мог сказать, ну, я не знал, извини. Давай как-то решим этот вопрос. Паша, честно? И на этом наша дружба-то и закончилась, в принципе. А, слушай, у тебя уже были очень большие мышцы, ты уже использовал, и мы вместе ездили отдыхать после этого. То же самое главное. И ты был весьма доволен в какой-то момент своей формой. Весь использовали. Вот, смотри. Ты был доволен своей формой до определенного момента. До определенного момента, да. Ты много сейчас не хихикай. Ты можешь договориться. Да? Правда, что ли? Ты был доволен своей формой. А что будет? Ну, я буду выражен так же грубо. Не смеши меня. Я не грубил. Не совсем лестно о тебе говорить. Так вот. Ты был доволен своей формой. И момент начался самый, наверное, неприятный, когда начали в интернете писать плохие вещи. Потому что сначала писали хорошо, реально писали, что, блин, паха, нифига себе, банки, паха, нифига себе то. И был какой-то там подъем. А потом началось, ну, в любой момент, там, ну, нет воспаления, мышцы большие. Мышцы большие от инъекций введенных. Да? Когда начался какой-то определенный хейт, это, конечно, действует на нервную систему в определенной степени и создает дискомфорт человеку. Вот. А так вот, такая оказалась цена инъекций. В результате что это было за вещество? Слушай, как, ну, наверное, конечно, не жидкий парафин, да, вряд ли это свечка растворенная. Но технологически точно люди, кто его делали, нарушили технологию. Хотя, вот, с другой стороны, у Павла есть проблема, да, у Александра есть проблема. А огромное количество людей, так и подозреваю, которые использовали, у них проблемы нет. Партия плохая. Ну, то есть, у меня такая же, да, ерунда. В руках у меня прям кривая-кривая фарма, да. По сути, ничем не отличается. Кривое масло, неправильно сделанное, да, просто значительно меньше. И больше никуда я его не ставил. Но тоже есть. И это может быть плата у любого спортсмена. У другого мальчика может быть абсцесс. Да, есть ребята, у которых просто в ягодице вот такая вот, кратер, да, Мариинская впадина. Тут каждый за это может заплатить. Поэтому опасность есть большая. Руслан, как-то говорим о синтоле. Так. Или о том говне, который я делал. Мы говорим о синтоле, и синтол используют профессионалы практически все. И как ты называешь это тюнинг, и кто тюнингован, и, естественно, он объезжает того, кто стоковый. Вот в данном случае тюнинг просто не получился, да? Тюнинг получился не из того просто, что хотелось бы. В планах у тебя есть... И...